Волтон прославился феноменальными по цинизму заявлениями. Большая ошибка придавать какое-либо значение международному праву, даже если это может показаться соответствующим нашим краткосрочным интересам. В длительной перспективе на международное право ставят те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты. Это он заявил, что в здании ООН нужно снести за ненадобностью десяток верхних этажей, где сидят какие-то, цитата, «никому неизвестные страны». И именно его считают человеком, который придумал знаменитую провокацию с пробиркой, где якобы содержались споры сибирской язвы. Болтон убедил Буша начать бомбардировки Ирака. На мой взгляд, именно он был человеком, который насыпал вот эту самую пробирку, заполнил ее зубным порошком и передал Колину Павлу. Автором провокации, которая сейчас называется «Дело Скрипалей», является тоже Джон Болтон. Хайли Лайтли. Американская пресса пишет, Болтон – это приглашение к войне, возможно, ядерной. Болтон считает, что Соединенные Штаты должны трансформировать весь мир в соответствии с американскими интересами и ценностями, полагаясь на американскую военную силу. А вот еще один человек в окружении Трампа. Новый госсекретарь США Майк Помпео. Тоже очень известный. Майк Помпео 8 лет был членом Конгресса США. С приходом Трампа он возглавил Центральное разведуправление, а в марте занял пост госсекретаря. Помпео – ястреб, сторонник жестких односторонних действий, наплевать на международное право, наплевать на мнение союзников-партнеров, наплевать на международные организации. Главное – реализовывать американские приоритеты. Пост главы ЦРУ впервые в истории Америки заняла женщина. Джина Хаспелл служит в Центральном разведывательном управлении 32 года, с 1985-го. Американская пресса называет ее «кровавой Джиной». Она много лет проработала в Таиланде, где, как поговаривают под ее руководством, проводились жесточайшие пытки. И когда это все всплыло наружу, когда президент Буш был вынужден это признать, именно она отвечала за уничтожение всех архивов, видеодопросов, где это все, собственно, все эти зверства были запечатлены. Джина Хаспелл руководила секретной американской тюрьмой в Таиланде под названием «Кошачий глаз», где содержали подозреваемых в терроризме. Она лично приказала уничтожить почти 100 записей допросов. Американские сенаторы и правозащитники заявляли о существовании секретной программы «Тюрем и пыток» под руководством Хаспелл. В ближайшее время в Германии должен быть выдан ордер на ее арест, тем самым она рискует после того, как она закончит карьеру разведчицы, проблематично передвигаться по планете Земля. Болтон, Помпео и Джина Хаспелл входят в число самых опасных и непредсказуемых политиков на планете. Но вот этот человек опасней всех. Перед вами новый глава Агентства национальной безопасности, генерал-лейтенант Пол Накасоне. Трамп фактически какую-то тактику он будет реализовывать вместе с Помпео и Болтоном. Это называется стратегия безумца. Она ждет усиление сдерживания России, ужесточение антироссийских санкций, усиление гонки вооружений. Своё выступление в Конгрессе Накасоне превратил в шоу. Он обвинил предыдущие руководства АНБ, ключевой спецслужбы США, в некомпетентности и обещал превратить агентство в, цитата, «наступательное оружие первого удара, направленное против России». Накасоне собирается объединить АНБ и киберкомандование Пентагона. Главная задача новой госструктуры уже определена. Борьба с Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей. «Наибольшая угроза исходит от других государств. Мы изменим отношение к нашим сетям данных и к вооружениям». «Это очевидно, что через киберпространство можно навести урон такого масштаба, который сопоставим, в принципе, с самыми современными мощнейшими системами вооружений. Вывести из строя электростанцию, повторить Чернобыль где-нибудь в центре Европы». Все новые члены команды Трампа не раз отметились жесткими антироссийскими заявлениями. Какие реальные действия могут предпринять Соединенные Штаты? Куда будет направлен удар? У них огромное количество способов сорвать нам чемпионат мира по футболу. Это ведь не только дело Скрипалей. Это активизация, например, Украины на Донбассе. Вполне возможно. Порошенко уже объявляет, что антитеррористическая операция завершается, и в мае начнется просто военная операция. Вспомните события последних лет. Как только в отношениях России и Запада наступает потепление, неведомые силой устраивают очередную провокацию. Когда ждать следующую невероятную историю типа дела Скрипаля? Например, визит Макрона в Москву. Вполне вероятно, что надо ожидать чего-то подобного перед этой встречей, чтобы ее сорвать. Саммит Путин Синдзо Абе с премьер-министром Японии. То же самое. Вот счетчик государственного долга США. Он уже превышает 21 триллион долларов. И каждую минуту цифра вырастает еще на 2 миллиона. Чтобы не допустить краха экономики, штатам жизненно необходимо поглощать ресурсы других стран и сохранять мировую гегемонию доллара. В ближайшее время должна в Пекине на китайской бирже запуститься торговля нефтью за юаней. А это, я хочу вам сказать, один из крупнейших рынков сбыта. Тихоокеанский регион. Китай лидер по потреблению нефтепродуктов сейчас. Мы сможем исключить в взаиморасчетах с Китаем доллар. Многие союзники США выступают против конфронтации с Россией и хотят налаживать отношения с нашей страной. Но позволит ли им сделать это большой заокеанский брат? И какую цену заплатят страны, которые готовы сотрудничать с Россией? Наш мир хранит много секретов. От древних тайн необъяснимых чудес до невероятных поворотов в человеческой истории. Известно одно. Эти события оставляют нам больше вопросов, чем ответов. Казалось бы, ничто уже не сможет пролить свет на эти загадочные происшествия. Но так ли это? Вооружившись новейшими...